что поехали конечно микрофон уделил в астрахани не все да репетиция если вдруг выезжать нет я думаю что мы выедем в 5 утра не 6 в 5 выедем здесь раньше нет смысла вы взять потому что не работать с восьми на нас пустят раньше не так сказали договорятся что привет чё как 2 как нова машина пока не подумал что на нас еду на себя сидела уже такие глюки не высыпаешься значит не не успаясь не себя зато у меня дочку высыпается что никак заяву сейчас пробую ну это там управлять да не надо не хочет она видишь непонятно какие забор бестолковый вот этот открывается да нет здесь открою там у вас забор бестолковый ну чё там у нас рассказывай как как у вас здесь жизнь тяжелая в сочи чё чё такая вот жизнь дождите льются да нет тоже с утра машина проехала ну видишь дорога мог но это вот проехала машина я за ней ехал на рыбалку ходишь на море да ловишь чем-то да а что ловишь то ну вчера кефаль поймал большую прям такую здоровую серьезно да зачем там сейчас туда едем сейчас да ну не на море же ну не на море но ты как тут гаишник начинаешь пекать ну муж не на море ну мы же будем потому что реки нет понимаешь ты так и то же самое говоришь ну не на море же ничего не нарушаем же ничего что ты переживаешь когда на цикле ездить в абхазии или нет конечно почему ну знаешь какая моя мечта какая самая такая мечта чтобы я сломал себе на цикл не чтоб ты его продал быстрее зачем но видишь никто не хочет покупать если кто-нибудь из подписчиков купит продам без проблем не ну в принципе вот честно говоря я сейчас посмотрел как ты ездишь я уже не боюсь вот это честному ответ я не боюсь уже за тебя что все в астрахань поедешь вторым номером вместе на в астрахань не давай я первым а ты вторым не ну я за рулем уже должен быть не ну понимаешь у тебя прав нету да а у тебя тоже это правда вот там на мотоцикле это экстрим нужен а экстрим ты это учился тоже знаешь как тормозить как что я не знаю вот прикинь ты будешь сидеть и всегда будешь на таком на адреналине находиться здесь даже не секрет вот я брал изначально мотоцикл я у меня я его захотел купить в апреле месяце ну ты когда вот его помнишь когда я начал на щуку ловить форель ловить какой-то кайф от этого получал но как представь какие пробки были вот часто и лака проезжая пробку до быстро вот здесь тоже я жду вот жду апреля месяца потому что в апреле месяце будет форель хорошо идти все и вот и меня как будет время просто это будет такая душная с утра будут подрываться на мотоцикле порыбачил там два часа мне хватило бы больше не надо и назад и все ради этого ей брал на цикл что можно доехать спокойно в апреле на щуке у это а щука будет не почему у нас же до и месяца форель до и месяца же но она в апреле уже не очень не набор в апреле половили самая классно и в апреле ценами проводится двигатель прыгнул на меня как бы и когда такой прям такой он не знает я же могу уже нет и не тормозится да представляешь себе мотоцикл 220 килограмм представляешь вот 200 килограмм врежется еще на нем еще сидит 100 килограмм да представляешь 320 килограмм за что 800 рублей ты заплатил где на мотоцикле в абхазии в абхазии страховка местная также как мы с собой ездили но это я платил за машину также не страховка дороже чем в россии стоит михримах султан да да михримах михримах я посмотрел сериал да ну че понравился я лично от этого получил большое удовольствие ты быстрее всех упростоял ты его смотрел буквально там за две недели за месяц пока серии я сидел смотрел качественно прям ну а че мне что не надо бегать ну че в стамбул все раз съездим посмотрим те места уже все да когда фильм смотришь а ты там был да например вот эти во всех этих местах да я все узнавал места которые вот я смотрел фильм вот где мы были вот во дворце где мы были я все узнавал я даже платье узнал этой этот как это улыбающиеся ну кто там улыбаешься ну хюрем 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 это перевести на русский язык улыбающаяся девушка ну она улыбается просто понимаешь она даже она она же в вашем детстве же ездил на цикле понимаешь она на самом деле она не улыбается у него просто заячья губа болезнь и такое ощущение она просто она просто в детстве ездил на мотоцикле понимаешь вот у него подружка была понимаешь она ездила без каски и взяла и сразу разбилась это ездил в каске она не разбилась а просто улыбнулась и ездил в стамбул когда до того как посмотрел великолепный век сейчас уже хочется по-другому потому что ты уже немножко другое знаешь уже и маршрут бы я сделать себе по-другому серьезно потому что действительно как бы вы этот я же там я же знаешь как бы я же как и как мама по маму весь я же у нас перепроверял все знаешь как бы сотрю вот синая до который папа построил ту самую там до мечеть до которую это думаю он или не он посмотрел он не наврали фильме я как каждый шаг проверял каждый шаг ну там исторические данные ну да что меня смущает я не знаю может я как-то придираюсь но берут в плен но допустим крымчан без разницы кого-то в плен взяли заложницу привезли она на турецком как у себя дома разговаривает не но раньше все на турецком как у себя дома на разговаривали ну не знаю сейчас тоже сейчас скоро заговорим на турецком на китайском языке на китайском все русские давно разговаривают на турецком китайском но в заг заговорим я вообще Думал что вот этот матерный язык что это русский придумали а это нет это китайский язык я смотрел по китайском фильм спектакль как он называется но этот Ромео Джульетта на китайском видел? Да и пап, я и на русском-то его не видел. Там мат на мате. А оказывается, это не мат. Это, оказывается, у них все на хэтов. Ну, ты это не говоришь, слуха. Ты сейчас у нас каждый уважающий себя сейчас армянин, он сейчас скажет, да нет, я не матерюсь, я просто по-китайски пытаюсь сказать, что я уважаю твою маму, я уважаю твой род, ты очень хорошие слова говоришь, поэтому я... Не, ну это другое. А у них вот эти слова, как раз, которые грубый мат, это я вот с переводчиком, ну, ты же знаешь, что надо перепроверить. Вот эти грубые мат вот прям на переводчик, на китайский он переводит, серая утка переводит, допустим, пляжная женщина, это все он переводит. Он переводит прям вот этот мат, я думаю, блин, а мы это, вот этих заставляем... Кстати, тебе не страшно будет ехать на машине в этот, как у Астрахань? В смысле? Ну, со мной опять. Не, ну я думаю, в этот раз меньше, да, скорость будет? В этот раз, думаю, не больше 40 надо будет идти, да? Не, я думаю, по серпантину, представь, что ты с Надей едешь, и все будет нормально. Вот. Да не, я думаю, нормально будет. Ты с Надей, когда мы ехали, ты ровно ехал. Ну, это хорошо, что ты... Ну, Надя, ты святое уже. Да. Что ты будешь девочкой... Ревенхутор. Э, зачем тебе... Я хочу посмотреть, сколько вот, если бы мы сейчас так вот выехали, сколько бы нам по времени бы заняло. 13 часов. Прямо 3 километра. О, слушай, 13 часов, ну, 14, 14-13, но я думаю, если я так показываю, мы бы с тобой заехали за 12, правильно же? Да там... Вот, давай вот так. Ты же знаешь, я люблю считать, да, все математически. Вот мы с тобой едем, да, ты летишь там на определенных участках, где-то 220, да, 180, вот так. Ну, да, да. А потом там через каждые, ну, пускай 5 километров стоят камеры. Замечал же, да? Через километры. Вот через километры, тем более. Вот ты разгоняешься до 200 там, и потом перед камерой начинаешь тормозить. А вот если просто взять, без всяких, ну, торможений, и ускорений, и бензин будет меньше тратиться, а просто ехать с разрешенной даже 110. И я тебе говорю, будет такое же время потратить. Ну, нет, 110 я не смогу ехать, а 110 я сплю. Я засыпаю. Я понял, что ты 150 спишь. У меня укачиваешь. Укачиваешь, укачиваешь. Не, ну, 140, наверное, будем ехать, да и все. Потому что я не могу ехать со скоростью. Сейчас меня... А 140 это уже нарушили. Убаюкаю еще. Ну, ничего страшного. За штраф за что платить? Ну, есть штраф 500 рублей, а есть штраф 5000 рублей. А, ну да. Слушай, ну, что это за говновод спереди? От него будет это все... У меня машина чистая, от него вот всякая лабуда летит, да? Ну, вот ты сейчас стал много внимания обращать на негатив. Пам, ну, конечно, негатив. Ты, пацаны, можешь бы нам дал, что у меня... Ну, вы к ней, скажи, вы молодец, мужик. Вот в такую рань поехал работать. Рань, не рань, он у него все, ничего не горит. Ну, обгони его. Так у него, что-то у него и это такого, и у него там и сыпется от него. Посмотри, да, какой... Машина грязная. Грязная в хлам, а что-то неприятно. А ты заметил в Орске вот эти грузовые все чистенькие, в отличие от... В Сочи все наоборот. В Сочи гражданские автомобили все чистые, а когда служебные взять, там, например, такси, такси все грязные. Почему? Потому что, ну, немножко по-другому. Смотри, какое море. Офигеть. Я вот привык каждый день. Встаю в 6 часов, да, и топаю на море. В 10 я уже домой иду. А как же, ты же на горе живешь. Как же, вот спрашивают, а как же, там уже такая гора. В смысле? Как ты ходишь на это, ну, на море и смотрят, ты же на горе живешь. Царь горы. Так мы же внизу живем, в Бытхе. Ну как, ну все, подъемчик-то есть? Ну есть, но я его уже не замечаю. Сколько тебе идти до рыбалки? Полчаса. Полчаса, это докуда ты идешь? Бытха. А остальные все пляжи закрыты. Вот пляж Бытха, и тот там сейчас закрывают. Ну там уже все знакомые эти, сторожа. Ага. Там постучишься, они открывают. Даже хоть в 5 приди, постучался, он открыл, ты пошел рыбач. Сейчас же везде, здесь же беспредел. В Сочи это беззаконие. Вот это. О, ничего себе, у тещи дирожение. У кого? У тещи. Да ладно. Ну, вот, было, 12 октября. У них 12 декабря дирожение. Я шучу, блин, папа, там. Просто было бы, у Сочи бабы, у бабы Еге дирожение, понимаешь? Только в Сочи вы празднули дирожение бабы Еге. Понимаешь? Шучу. Короче, нам вылетки пускают, да? Нормально все. Ну, 30 минут идти, да? Не 5 минут, как Максим говорит, да? В своих видеороликах с Атлантица идти до пляжа, да? 5 минут. Не 5 минут. Нет. 30 минут, да? Там, если идти напрямую, вот, где Камелия, там Югспорт, идти где-то 12 минут. Мне идти 12 минут. Вот. А если уже идти туда дальше, на Бытху, ну, там, считай, ты проходишь вот этот, Камелию проходишь, потом Свитц-отель, вот этот, это, швейцарский отель. Ага. Потом ты проходишь Металлург, потом проходишь этих, Орженикидзе что-то. И потом только, и то Орженикидзе тянется. А почему ты не ходишь в сторону церкови? В сторону церкови же ближе. Ну, ты на цирке был хоть раз? Был. Ты видел, какой там, какая вода там? Там у шопа. Вот как ты думаешь, если человеку там некомфортно, рыбе там комфортно? Нет, ну, я просто, знаешь, сейчас будут все спорить, что цирк лучше пляж. А я считаю, что цирк, это худший пляж, который есть в городе Сочи. Вообще, мы с ним берем Адер. Самый лучший пляж, это, как ни крути, это маяк. Во-первых, там, когда даже волнит, там всегда ровненько, почти чистенько. Вот, на маяке. Даже, когда тут волны бешеные, там еще так терпимо. Он чистый, маяк. Песок там хороший, оборудован хорошо, туалеты рядом, купить что-то можно. Ну, сам знаешь. Там стыки скуп недалеко. Ого, сколько их уже там. Слушай, нормально. Смотри, какая скорость большая. Да, смотри. Ты видел, какая скорость у него, смотри. Так он по ветру идет. По ветру идет, с такой скоростью. Обалдеть. А вон, посмотри, в другую сторону развернул, тоже скорость какая большая. Обалдеть. А там же парусом регулировать можно. Ну, я же так и делал. Я же в Египте так это. Ты же видел. Да, видишь, там можно против ветра идти. Ну, видишь, против ветра идут. Да, я вижу, сейчас две недели начал похудеть к этому, как его, как это называется? Ты понял, к рыбалке. Надо сбросить, чтобы рыб не пугать. Мне тоже надо скинуть. Но у меня жена не дает худеть. Почему? Впереди камера на полосу. Она специально покупает продукты, которые я люблю, но которые мне нельзя. как бы ты любишь, которые тебе нельзя. Да. Он вчера борщ сварил, а я уже давно борщ не ел, наверное, год. Думаю, а что я буду там заворачиваться с этим весом? Я борща поборолся. Такой классный с фасолью. Ну, конечно. Еще этот хлеб взяла. Ну, батон, помнишь, ты покупал кукурузные батоны, там семечки внутри, дедушки. Ну, тот же вкус и свежий, блин. Аж бесит, да? Ну, вот как устоять, а? Ну, смотри, вот если ехать вот так вот 110 кг сейчас, ты видишь, скучно ехать, понимаешь? Вот мы ездим, скучно даже сейчас и посмотреть, что получается. Зато приятно, комфортно, ты вот вот так вот не дергаешься, вот сидишь. А, думаешь, так можно ехать да еще, да? Седок устроит, да? А тебе места, хватает места здесь? Хватает. Ну, на Porsche Cayenne-то больше было? Да ладно. Я бы не сказал, нормально, вот. Ну, ладно. Не, ну, может, я уже просто, может, не помню, но эта машина, во-первых, она идет, как бы, плавнее. Porsche шел жестче, так как бы. Ну, там просто 340 лошадиных сил, там немножко газ даешь, а он все равно дергался, да? Дергался. Да, он жестко шел. И дергался, да. А этот прям как на корабле, как раньше говорили, как на Волге, блин. Блин, знаешь, что меня больше часов бесит? Чего? Расход топлива. Да здесь расход-то... Ну, 7 литров солярки, ты понимаешь? Я привык, чтобы там, как на Porsche, когда едешь, чтобы там было цифры, сука, 17 у нас было, да, цифры, когда мы ехали? 17 литров, 18, когда я по трассе. Мы заправлялись 4 раза, когда ехали до Porsche. По 90 литров? Да. По 90 литров? Четыре раза? Куда это? По 90 литров. Еще помнишь это нервишки, когда ты испытывал? Там, ай, мне это не нравится, заправка дальше. Там уже красный, уже, там уже кричит, говорит, ты заправься, я сейчас встану, а ты говоришь, сейчас на следующий, сейчас на следующий заправимся. а у вас какая-нибудь проблема с заправками, да, скажи, да, они там очень, это жесть просто. Вообще, Астрахань, по мне, это депрессивный город, дороги разбитые, все. А Камазяк, я раньше думал, что этот Азамат Масагалиев преувеличивал, и я скажу так, он преуменьшал. На самом деле, ну скажи, все гораздо хуже, да, там жесть просто, да, скажи. Не, ну, с позиции, если рассматривать цивилизованного общества, да, там это, ну, отстой. А если с позиции ностальгии, типа, по деревне поскучать, там. Не, ну ты живешь, это вообще жесть. То это даже очень интересные районы, вот эти. Только жалко, что навоза, там, нету, коровьего. А так вот, все соответствует, там, вот это, дороги, потом структура, это гаишники, кстати, тоже какие-то колхозные, там. Да, уже колхозненькие. Вот. Впереди опасный участок. Наши как-то такие собранные, красивые, да, идешь, смотришь, ну, едешь. Нет, в Сочи реально там все, все в белой одежде, да, все такое. А там, как в колхозе выйдет там, ну, я не знаю. Но, в принципе, тоже есть какая-то экзотика в этом. Ну, да. Там вон, педалька есть широкая, впереди камера, на 60. Что, она так тебе и советует? Ну, что, да, видишь, у меня, видишь, все так, все так, ничем от поршня не отличается, все то же самое, все. Это Алиса или это? Это Бузова у меня. Бузова? Конечно. Сольненький. Она, конечно, обиделась на меня, что женился на Надьке. Ну, ничего страшного. Ну, обиделась чуть-чуть. Она обиделась. Да. Ты скажи, почему ты игнорируешь внучку? Почему ты даже не хочешь ее увидеть? Да она страшненькая. Ну, я тоже так думаю. Похож на кого? На Надю? Или на меня? На твою маму, похоже. Мама сейчас обидится? Маму нельзя злить. Маму злить нельзя. Не, я думаю, знаешь, еще, думаю, две недели, и Надя уже сломается, и уже все будет. Потому что, как бы, сейчас понятно, что она там родила, блин, тем более, в 30, сколько ей там, а сколько ей лет? 30? Сколько ей лет? Хе-хе. Ну, 92-го года. 32 года. 91-го вроде. Нет, 92-го. Вот, 32 года, да? Конечно, она там, как бы, никого не подпускает, никого. Даже собакам не дает ногу лизнуть. Да я ее понимаю, что ты вот, как это, ее не надо упрекать. Это... Так мы ее не упрекаем. Вот. Она молодец вообще. Ну, зато, какой кайф, когда ты привез эту, свою доченьку там, и все ее посмотрели, и Леву, и Еву, и... Да, и Леве, и Еве было, по барабану, если честно. Вот, такая радость у всех. Так приятно, Я думаю, сейчас нормально будет. Сейчас, видишь, она тоже немножко переживает все. Сейчас сделаем. Это прям, как сюрприз показал. А сейчас, а так, когда обыденно, каждый день приехал, там, это уже не то. А это прям такой кайф. Ну, хорошенькая девочка такая, интересная. Ну, что думаешь, дочка приедет на рыбалку, не приедет? Ну, я все для нее взял, честно говоря. Короче, пускай приезжает, да? Да я бы хотел. Ну, видишь, собака, у меня подписчики, они вроде все добрые ко мне, они там нормально. Я знаю, что с Ореховым Зуевым есть подписчики, но не могут взять, и я же предлагаю уже 10 тысяч, чтобы, ну, чтобы собаку на неделю у себя подержали. А ты неправильно предлагаешь. Там, взял бы, сказал-то, товарищ, если есть кто-нибудь из Кореи, там, займитесь собакой. Вот. Шашлык можете себе оставить полностью. Там у нее собака, блин, здоровая, блин. Она сама выбрала, конечно. Да я видел там. Ты че, да? Это же страшное чудовище. Так у меня вон, какая-то собака, их кто-то прикормил, а она выбрала меня хозяина. Я утром иду на море, она со мной бежит. Да ладно. Вот. Потом, видать, у ней гластрохобия, она боится на буне стоять, а я же там рыбачу. Ага. Она там, где бегает, ее там подкармливают, косточки от шашлыка вот эти, куриного. Зато я выхожу, когда иду домой, а она там и скулит, и подпрыгивает. Там даже неудобно перед людьми. А я говорю, зверь как радуется. И вот она как ко мне докопалась, а я даже не знаю, как ее зовут. Я говорю, псина. Псина, ну нормально. Ну вот такая. А ее боятся, она здоровая. Вот. Особенно, когда кто идет с маленькими собачонками. А она большая? Она большая, она большая. Ты испугаешься ее. Ну, я всех собак боюсь. У меня собаки покусали в детстве, я всех боюсь. Так я тебе говорю, она там и ластится, ну добрая, она ни на кого не вгавкнула ни разу. Кошек не трогает. Вот этих собачат маленьких не трогает. Там большой пытался на нее гавкнуть, этот только зарычал, там сразу убежал. А что там, Алиса живая, не живая? Кто? Алиса. Кошка появляется, нет? Которую ты потерял случайно? Ну, я давно не видел. ее выворачивали видак. кто-то опять забрал. Она такая, по рукам ходит, да? Да, но она же горластая, понимаешь? Людям, не каждому понравится вот этот концерт кошачий. Тем более, я понимаю, кот, а это кошка и вот эти вот крики всякие. не знаю. А у нас вот эта кошка, видел? Да. Она оказывается породистая, это норвежская. Да ладно, норвежская лесная написано. Веслоухие, видите, веслоуха. Нет, это шотландская веслоухая, а это норвежская, лесная. Я думал, что она, мы же ее на мусорке нашли, там повыкидывали, а Лева с Евой притащили и говорят, какая хорошая кошка. А где взяли? А там мусорьки на коробке. Короче, так вот смотри, судьба у кошки. Родилась на мусорьке, да, но ее кто-то выкинул. Вот. Она, ее забрали, она в Орске жила, питалась как породистая, там же ей покупали вот эти всякие вискосы и так далее. Потом она переехала в Сочи. Ты прикинь, люди-то не каждый в Сочи сможет уехать. Она сейчас в Сочи живет, короче, сама гуляет, не привязана, не убегает, не придурочно, да, нормально себя ведет. Да, 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 да. Там вообще прикол. Ну, видишь, кошки. Я же говорю, у меня лица была, когда начала орать. Я ее взял, короче, вытащил на эту детскую площадку. Говорю, иди гуляй, понятно, понятно. Хоп, вечером, звонок, точнее уже ночью, стоит в сачке консьерж, говорит, я вашу кошку поймала. Принесла. Ну, зачем ты мне ее принесла, я так не знаю, потерялся. Ну, да ладно. Она хоп с сачком. Видишь, какие у нас консержки хорошенькие? Хорошие? Ты когда сказал, что нашел эту кошку на колесе от машины, помнишь? ее жизнь помотала? Я еще думаю, что это неспроста. А потом понял, почему. Ну, согласен, она тебе за время существования нервы вымотала? Не то, что она просто мне все перебила, там, все, что можно. Все обрыгала, обливала, обосрала, обоссала. А так все нормально. А так все нормально. Так вообще все. А с ума, у которой были эти, где собаки, которые были, она-то обрала и постоянно в эти лотки все ссала. Ну, я просто бы хотел пометить свои территории. Ну, слушай, ну, единственное, что мне не нравится в Сочи, то, что вот в 6 утра еще темно, вот я проснулся сегодня, хотелось бы, чтобы, конечно же, в 5 утра уже солнышко вставало, да? Нет, ну, это потому, что ты дома, а когда выходишь в 6 уже светло. В 6 часов уже светло. Ну, не солнце, но уже светло. Вот я же хожу на море там. Я еще иногда думаю, блин, поздно иду, надо было часов 5 выйти. А утром есть кто-нибудь купается, нет? О-о-о-о-о! Там, если ты приходишь, там, в запретной зоне, но за буйками, там одни бочки торчат. Да, да. Да. Так еще знаешь, сколько, сколько перетонуло в этом году человек да дофига рекорды побиваем и все равно лезут, да? они плавают, они плавают до следующих буйков плавают там где обозначают, где эти ходят катера, да? катера, вот они туда плавают больные люди вот, так еще знаешь в чем кайф? вот ты приходишь утра вот, закидываешь спиннинг, да, ты же в море кидаешь ты же не будешь в зону купания кидать хотя не запрещено но неудобно, правильно? я бы специально по полюте покидал, ты же меня знаешь нет и в море кидаешь, все и они плывут, вот где ты кидаешь они туда подплывают и там вот так вот ложатся ноги в раскорячку в руки раскорячку, типа смотри как я умею да я понимаю, что ты умеешь но ты можешь это уметь где-нибудь в стороне ну ты же я же не лезу, вот в их зону вообще не кидаю они за буйки уплыли мало того за буйки они еще к тебе подплывают и не один это несколько человек сразу подплывут и они там между собой разговаривают там что-то это и еще самое смешное они вот так смотрят и говорят ну что, клюет? ну это нормально да, я ну да, сейчас русалку поймаю а что, из русалки водятся? да, кстати, а тоже здесь уже сколько? 4 года, да, уже прожили? да ну и что? нет, нет желания опять переехать в Творск? а у меня никогда не было желания даже в Ворске жить мы же там были чужие сразу там же все алкоголики ты, у меня там даже друзей не было ты вспомнил ну у тебя не было, да, там друзей потому что там как? если ты хочешь стать другом дальше бухать да, надо с кем-нибудь выпить там посидеть можешь подраться там, я не знаю тогда ты не, подраться-то можешь было а бухать не хотелось не, по пьяни подраться ну да а так ты чужой человек там же как? там определяется смотри, видишь, дорогу делают отсюда будет дорога, без знаю ну, как бы вводят через полтора года и до Кудепства будет отсюда обязательно дорогу я бы сейчас обрадовался вот этому решению если бы не война сейчас сюда попасть в Сочи трудно по вот этим зигзагам а по этой дороге приедут к тебе сюда запросто вот эти их не... да, им проще по морю доехать Одесса-то не наш город я не знаю ну что, ты взял для карпа тоже что-то? для карпа? да, всегда все беру а прикормку взял? а кубики взял? кубики взял прикормку нету ну, взял такую, которую там мы брали для этого я понял, она будет как тесто работать ну, пойдем, как у них вот это которое они дают там не, у меня сегодня цель в пинге проверить посмотреть, как, что, чтобы она размоталась намоталась, да? такое больше не, а я взял все там сам сказал, что надо будет ловить и сазанов так, можно попробовать сазанов на правом озере попробуем не на том, где а где щуку ловили, да и все там мы попробуем нет, я хочу здесь встать вот где щука я не хочу ага тут домик то есть, вот сейчас мы встанем домик займем ага там солнце или что там ну, как-то приятнее там а там, где щук там даже вот сидишь, как придурок на лавочке там не знаю, не хочу там вот пройдешь покидаешь вот зато пришел в стенечек сел, отдохнул посмотрел карпун ну, смотри когда скажешь дай пойдем а этого сходишь что щуку поймаешь заплотишь за нее как будто бы это да нет щука, она видишь, сейчас говорит, что никто не может поймать 4 месяца говорит, ни одну щуку не поймали ты мне не надо смешить она говорит ты точно поймаешь она говорит, что она не клюет что там целая куча у нее возможностей и нифига она не клюет можно совратить любого хищника любого не хищника а хищницу вот у тебя это получается хищницу хищницу никто не ловит а у тебя сейчас сядет под десятку и все и будешь думать там брать ее или спрятать куда-то я же тебе нелегко чтобы спрятать ты что у меня же помонять не позволяет я если поймал да я могу отпустить я отпущу тем более мне не запрещено отпускать мы очень много им денег и заносим потому что поэтому нас и пускают раньше потому что работает с 8 а мы сейчас приедем по 8 и нас уже запустят а по щухе я тебе скажу если хочешь поймать щуку вот здесь бери вот этот спиннер этот тейл спиннер вот и проводка как на джи я хочу просто проверить сейчас хочу проверить посмотреть и будет тебе щука ну что что ребят все доехали бы до форелевого хозяйства кстати если вы думаете что здесь легко поймать вы ошибаетесь здесь вы замучатся ловить это вам не Астрахань где все подряд да ну это реально сложно астрахань там тоже если отъедем здесь ну тяжело поймать здесь реально тяжело поэтому все поэтому с большим удовольствием конечно же приезжайте о уже целую кучу людей приехало не только тебе там можно да мы сейчас сюда в тенечек поставим в тенечек чтобы было все хорошо прекрасно и замечательно в общем ребят вам всем прекрасного настроения вам всем добра бобрай пока да все побежали